Музыка Нам в отделение попадают детки, которые называются... которые зовутся торопышками, которые торопятся появиться на свет раньше срока. Но это не значит, что у них будут в жизни проблемы. Они вырастут и будут такими же замечательными детьми, замечательными и радующими родителями. Но для этого, конечно, нужно приложить массу усилий, усилий наших. Эти усилия обязательно должны быть совместными с родителями. Мы многое делаем для того, чтобы родители участвовали. И мы очень рады, когда родители участвуют в выхаживании недоношенных детей. Потому что действия медикаментов у этих детей очень ограничены. В основном это уход, это любовь, которую дают. Это грудное молоко, которое мама начинает сцеживать. Это метод кенгуру, который мы проводим, выкладывая на грудь мамы, недоношенного ребенка, который обсеменяется ее флорой. Иногда мы делаем, когда это не может делать мама, это делает папа. В последнее время у нас возможность круглосуточного пребывания мамы. То есть мама пребывает в отделении реанимации ровно столько, сколько она хочет и сколько она может. Папы тоже у нас посещают. Но учитывая, что это отделение реанимации, мы немножко ограничиваем приход посещения пап. Потому что есть медицинские манипуляции, есть уход за этими детками. Раньше у нас мамы ходили по часам. Сейчас по часам мы оставили режим кормления. Ведь все равно больные детки должны кормиться по часам. Но если мама может, она может прийти в любое время, когда она может задать любой вопрос. То есть полный контакт с родителями.